Благодаря этому они просто вытягивают из Москвы больше денег. Благодаря запугиванию. Да, они же и россиян запугивают через российских. То есть все-таки это уже другой вопрос и очень важный вопрос. Месть за Медведчука, за санкции Медведчука и Козаку, в виде наступления России. Этого нам ждать не следует? Не будет этого? Я не вижу мести именно за Медведчука, потому что, ну как-то все заговорили об этом, на самом деле бассейн началось раньше. На самом деле обострение началось как реакция на то, что Украина не идет на уступки России. То есть на то, что Украина меняет свою позицию, опять же. Мы не просто не пошли на уступки, мы начали менять свою позицию. Мы начали более агрессивно отвечать, скажем, на агрессию России. Естественно, если мы меняем свою политику, то Россия тоже меняет свою политику. И Россия тоже становится более агрессивной. И другого инструмента влияния на Украину, такого мощного, кроме как военной, у России нет. Поэтому она применяет этот инструмент. На дипломатическом фронте она проигрывает. Нормандская четверка консолидируется. Генассамблея ООН или Совет Безопасности, ну Генассамблея же тоже была там. Негативно высказывается о роли России. И там Джей ВСН, послы Семерки, заявляют о том, что Россия не посредник, а сторона конфликта. То есть геополитический фонд для России неблагоприятный. Она начинает применять усиленно именно тот инструмент, который у нее есть, военный. Но, опять же, не настолько глупые в России, чтобы не понимать последствий на уровне геополитического неблагоприятного фона для России. Поэтому они не идут на такие шаги, которые могут вызвать дополнительные санкции, ну серьезные санкции, да, которые могут вызвать Запад. Вот это вот больше, мне кажется, все-таки психологическая информационная операция, чем военная. По крайней мере, пока. То есть я уверен, что провокация может быть. По крайней мере, они ее готовят. И будет зависеть, наверное, действительно от... А это где, прошу прощения, на Донбассе или в других точках? Потому что до сих пор же еще есть версии, что могут прорубить дорогу к Крыму, через Херсон, ну, обострения в Херсоне, Запорожье и так далее. Это не реальный сценарий. Ну, опять же, Жур, все будет зависеть от геополитической ситуации, скажем, в мире вокруг российского. На сегодняшний день она такова, что вряд ли. Вряд ли там кто-то захочет усиливать против себя санкции, потому что это обрушит российскую экономику.